Ирина, расскажите, пожалуйста, как изменилось покупательское поведение в связи с вызовами последнего времени? На самом деле у нас большие трансформационные такие изменения происходят. У нас потребитель пережил такой большой стресс, пережил необычную для себя ситуацию, люди оказались запертыми дома, у нас было несколько движений, люди потеряли работу, у нас 13% от общего населения потеряли работу, многие находились запертыми в квартирах, нельзя было выходить. Это очень сильно поменяло покупательское поведение, у нас вырос онлайн очень сильно, он сделал скачок, который делал бы 3-5 лет, сделал буквально за несколько месяцев. Люди старались себя не ограничивать в еде, то есть не экономили на, так скажем, привычках, к которым они уже давно привыкли, на вкусном, на интересном, заказывали в том числе и блюда из ресторанов, то, к чему многие привыкли и хотели бы дальше продолжать пользоваться. У нас два таких вектора больших. В крупных городах люди потратили гораздо больше на продукты, на еду, они переключились на редкие покупки, но сразу много, вырос средний чек, но снизилось количество посещений магазинов, в связи с опасностью заражения. И в городах, которые поменьше, которые менее бюджетные, потребление было другим. Люди потеряли работу и переключились на другой канал, на дискаунтеры, которых сейчас все больше и больше становится. И старались в том числе закупаться впрок, но не глобально, не сильными, большими такими закупками. Мы все живем в небольших квартирах, у нас нет дополнительных складов, ну там 1-2 товара, вот если это шло по акции. То есть у нас два вектора одновременно, да, и сети очень сильно смотрят и мониторят, что происходит. Вообще сейчас такая ситуация, знаю много информации вот от сетей, у всех ситуация разная, у нас и города разные, и масштаб сетей разный у всех. Общая ситуация, что совершенно непредсказуемые сейчас вот продажи. То есть невозможно опираться на аналитику прошлых лет, потому что все поменялось, да, сложно сравнивать там месяц к месяцу, и сложно сравнивать месяцы между собой. Например, август несравним, потому что все уехали отдыхать на море, да, там пытались в отпуск этот вернуться, да, он несравним там с сентябрем, несравним с июлем. То есть сейчас такая сложность понять, какие движения у потребителей есть, и на что можно опираться. Но тем не менее сети как-то реагируют на вот эти все изменения, как они реагируют, что происходит? Да, конечно, во-первых, сети мониторят своих покупателей, вообще начинают по-другому вести бизнес. Это такой agile подход, да, когда нет вот этого прямолинейного роста вверх, есть вот разные такие спиральные конструкции, когда тот старый метод, которым работали раньше, сейчас не сильно востребован, и нужно придумывать на ходу новые решения и быстро их тестировать. То есть это новый подход вообще в целом к бизнесу, и в том числе вот работа не из офиса, а вот из этих домашних офисов, да, до координации большого количества людей. И вот этот новый подход, когда мы не одну идею там планограммно внедряем, а тестируем разные подходы и смотрим, что сработало, и это дальше быстро внедряем в жизнь. То есть какого-то рецепта вот такого прямо сейчас нет его в принципе на рынке? Знаете, у нас каждый ищет свой рецепт, у нас разнообразная розница, есть большие федералы, которые вкладывают там в онлайн, в IT, в доставку, вот эту тему прокачивают, делают новые форматы, это вот про федеральную розницу. Региональная розница старается делать акцент на том, в чем они сильны, то есть каждый прокачивает вот эти свои ключевые вещи, если они умеют готовить, то они там прокачивают вот эту часть, То есть если умеют печь хлеб, то дальше прокачивают, чтобы вот этого потребителя, который потерялся, его привлечь все-таки вот к себе. Еще сейчас такая очень важная вещь произошла, покупатель у нас пользуется большим репертуаром магазинов, то есть это 5-6. То есть он ходит обязательно вот в 5-6 магазинов и переключился на другой формат, на формат магазинов у дома. Вот эта вот история, когда люди ездили в гипермаркеты, потому что там было дешево, там можно было провести время, там потратить на это полдня, там и сразу вот на 2-3 недели закупиться, она уходит в прошлое. Люди не готовы больше ни на такие бюджеты сразу выкладываться, ни тратить вот это вот время на поездку. Сейчас вот все крутится вокруг формата у дома, это и дискаунтеры, и супермаркеты, и вот основная битва, она происходит здесь, то есть вот за кошельки рядом с домом покупателей. Вы здесь участвуете в конференции фрукты и овощи. Вот если говорить об этой категории, то как меняется там покупательский интерес и с чем это связано? Очень интересный вопрос, на самом деле фрукты и овощи это российская боль, у нас сложно в нашей стране с этим продуктом, до недавнего времени мы практически были на импорте, в большой доле, вот последнее время после санкции у нас сильно выросло выращивание овощей и фруктов в наших южных регионах, мы стали себя обеспечивать лучше и больше, у нас появилась возможность управлять вот этой категорией, не быть зависимыми только там от зарубежных партнеров. Категория сложная, потому что она требует очень четкой логистики, транспортировки, она скоропортящаяся, она дорогая в любом случае. Управлять ей непросто и на самом деле вот хорошие фрукты и овощи это и вызов и огромное преимущество. Если у сети есть в якорях этот отдел, этот ассортимент, то на самом деле требуется очень много усилий, чтобы его поддерживать. И на самом деле это сложная, но очень важная категория, она встречает всех покупателей в торговом зале. Если вспомните любой объект, люди приходят в продуктовый магазин для дозакупки того, что у них кончилось дома. Как правило, это фрукты и овощи, они на входе, это вот такое свежее сердце, оно вас встречает. И здесь очень важно не, так скажем, создать очень правильную атмосферу, чтобы людям захотелось купить, захотелось выбирать, чтобы это выглядело вкусно, чтобы это был, может быть, не очень большой, но был ассортимент, из чего можно было выбрать. Категория сложная. Я знаю, что многие региональные сети закупаются в Москве, ездят на рынке. У них есть несколько закупщиков, которые на Фудсити, например, этот ассортимент закупают. Они с невероятными сложностями везут это в Москву через многие тысячи километров, стараются поддерживать товарный вид. Им сложно конкурировать с федералами, с большими нашими сетями, у кого простроенная логистика, большие объемы, большие возможности, плюс ценовое давление. То есть одновременно тут несколько движений происходит, и люди стараются поддержать ассортимент в достойном таком качестве и не упасть в цене, так скажем, быть хотя бы в цене плюс-минус по федеральным игрокам. И я знаю, что мы, например, делали проект для компании Лента. Фрукты и овощи, этот отдел у них является якорьем. И они переключились на 45% закупок самостоятельных. То есть таким образом они гарантируют, что это будет качество, форма, цвет, размер. То есть они уходят полностью в зависимости от поставщиков в сторону хотя бы на 45% самим оперировать этим ассортиментом. Это требует внимания, это требует сил, но этот отдел становится неоспоримым преимуществом. И вот этот большой, интересный, вкусный отдел с качественным продуктом, это очень большой формат успеха. А вот все-таки если говорить, вы сказали про трудности для регионалов в сравнении с федералами, именно по доставке. А вот в плане интереса покупателей в регионах вот к этой категории и столице, он отличается? То есть я понимаю, что, наверное, столичная аудитория более избалована, то есть там именно экзотику подавая и все такое, а в регионах что происходит? Тоже очень правильный вопрос. Мы проводили как раз в период пандемии несколько исследований и в столице, и в нескольких региональных, и крупных, и небольших городах. Вот как раз один из вопросов был связан со свежестью. В том числе, если жители крупных городов не экономят, они привыкли достаточно бюджетно тратить на фрукты и овощи, они разбираются в качестве, они знают, где купить. У сетевой розницы есть большие конкуренты в виде рынков, где все-таки этот продукт более вкусный, более качественный. Если ты переплачиваешь, но ты понимаешь, за что, то в маленьких городах у людей гораздо меньше бюджета. И есть еще одна такая большая особенность, что практически у 80% есть либо дача, либо там мама с папой в деревне, либо там какие-то родственники. И вот в сезон люди просто перестают покупать вот эти фрукты и овощи, они пользуются своими и заготовляют. То есть летом и осенью потребление падает. Я знаю, что в этом году состоялся очень хороший летний сезон в Сибири, в ряде городов, в Кемерово, в Новосибирске, был плюс 30 все лето. То есть у них выросло все. И они сейчас не ходят в супермаркеты, они пользуются вот этими своими выращенными вещами, соответственно, розницы теряют. И здесь нужно понимать, что фрукты и овощи – это отдел, который должен быть либо больше, либо меньше. Все-таки сети, как правило, работают в разных форматах, даже в рамках одной сети. Есть городские магазины, где нужно больше делать акцент действительно на свежие категории, на фрукты и овощи, на хлеб, на кулинарию. Есть магазины для маленьких городов, либо даже поселков, где люди в основном потребляют бакалею, нон-фуд. Все остальное есть у них свое. У них свое мясо, свои фрукты, свои овощи, свои хранилища. То есть это разное потребление, это разные бюджеты и, собственно, и магазины должны по-разному устроиться. Вы эту тему уже немного затронули про форматы. Народ потерял в доходах, им стали интересны дискаутеры. Вы сейчас занимаетесь как раз разработкой концепции такого дискаунтера. Вот скажите, я понимаю, что вы тонкости открывать не можете. А как-то оно все-таки отличается, то, что мы получили после пандемии? То есть как эта модель, которая требуется сейчас людям после пандемии, как-то отличается она от привычного того дискаунтера, который мы раньше видели, что это просто магазин с низкими ценами? И в принципе все. Очень такой своевременный вопрос. На самом деле сейчас несколько сетей разрабатывают вот этот новый формат с нуля. И у нас есть, в общем-то, целая такая плеяда сетей, которая появилась и растет очень активно в разных регионах. Вот, например, там сеть Светофор, да, она вошла там в пятерку за последний год, ворвалась там с уже больше, чем 5000 магазинов, которые являются таким чистым хардискаунтером, вот в полном смысле слова. Есть масса других сетей, которые появляются и тоже набирают обороты, тоже входят в новые города, например, там Доброцен, Табыш, региональная сеть, Победа, хороший дискаунтер этот Красноярский край. Их становится все больше, и они на самом деле создают действительно сильную конкуренцию вот тем магазинам у дома или супермаркетам в части категорий, не во всех. Дискаунтер как раз не, так скажем, делает ставку на фрукты и овощи, это очень тяжело операционно и логистически поддерживать этот ассортимент, но он делает ставку на другие категории, которые тоже людям интересны, на бокалею, на нон-фуд, на товары для чистоты, которые сейчас очень востребованы. И люди пользуются вот этим выбором, этой возможностью, этим репертуаром там из 5-6 магазинов и ходят очень часто. Для них шоппинг все-таки это такое вот времяпрепровождение, это интерес, это вот возможность что-то интересненькое такое найти. Как некоторые в исследовании говорили, что они ходят в магазин как на охоту. Вдруг они что-нибудь такое найдут, подстрелят интересное. И получается, что у нас вот этот бюджет среднего покупателя, средний покупатель в России имеет небольшой бюджет, всего 20 тысяч рублей, средний доход, если так в целом по стране посчитать, не брать вам столицу и миллионники. Это небольшой бюджет, у него большой выбор, куда пойти, у него есть время, как правило, рядом с домом, очень много таких теперь объектов, и у нас конкуренция реально выросла, и действительно есть выбор, у покупателей есть возможность выбирать. Люди не хотят себя чувствовать бедными, они хотят себя радовать. Вот этот момент эффекта новизны, эффекта чего-то такого приятного, каких-то интересных моментов, естественно, они будут ходить в те места, которые им предлагают и цены, и атмосферу, и что-то вот такое, что-то необычное, что-то новое, поэтому здесь у нас будет сейчас в ближайшее время происходить действительно война форматов, война за вот эту вот эмпатию покупателя, за его интерес, лучшая атмосфера, лучший сервис, может быть, в случае с супермаркетами, лучшие какие-то предложения в случае от дискаунтеров. У нас будет такая четкая дифференциация и распределение вот этих долей, привычных долей для сетей в сторону и новых сетей, и разных форматов.